Приветствую вас. Мне видится история следующим образом. Вы именно неправильно, точнее вредно для себя, делаете по сути только одно. Вы спорите с человеком. То есть вы сопротивляетесь. Сопротивляться не нужно, потому что вашей подруге не нужна правда. Вашей подруге не нужно, чтобы вы не обрадовались. Вашей подруге всё равно, ну, ей абсолютно всё равно. Что вы говорите? То, что она делает, что она вас обрекает, она это делает для себя. Потому что это нужно ей, а не вам, к примеру. То есть, ну, подруга хочет, например, самоутвердиться. Допустим. Подруга хочет, к примеру, чувствовать себя лучше. Да? Вот. Подруге есть сомнения относительно того, да? Относительно того, насколько искренне вы к ней относитесь. То есть, по сути, по сути дела, подруга, она реализует свои какие-то страхи, к примеру. Вот. И всё. И говорит она о себе на самом деле. То есть, это её переживание относительно тренировки и походов в тренажёрный зал. Это её сомнения в себе относительно того, что вы уходите с ней только из-за сострадания. Вот. Это её проблемы, её переживания. А не ваше. А у вас несколько иная проблема. А у вас, на мой взгляд, проблема в том, что вы, как будто бы, знаете, стыдитесь, как будто бы, того, что делаете. Как будто бы вы стыдитесь, ну не знаю, своего нежелания что-то делать. Как будто вы не позволяете себе быть слабой, например. Вот. То есть, такое впечатление, что вы следуете принципу «я всегда должна быть сильной». Вот. Знаете, какая история. И этот момент необходимо корректировать. Потому что вы не должны быть все время сильными. Несмотря на то, что вы пытаетесь это сделать. Несмотря на то, что вы как бы, ну, стремитесь к этому, стремитесь к этой истории. Вот. На самом деле, это нереально. Быть сильной, вот. Даже несмотря на то, что вы пытаетесь это сделать. То есть, вам нужно просто себе, именно себе, окончательно позволить быть слабой. Вот. Вы говорите, что я такой человек, что когда меня в чем-то обвиняют, что я не делал. А да, у меня появляется желание отдалиться от образа прогульщицы, к примеру, и от самого человека. Но почему? Почему выникает от этого ощущение? Ведь это ведь защитная реакция. Ну, говорит человек, говорит, как вас это за дела? К примеру. То, что она говорит. Какие чувства вас это вызывает? На мой взгляд, это очень важная история. Потому что именно от того, какие чувства это вызывает у вас, зависит то, что вы будете делать дальше. То, что вы будете, ну, кто, как вы будете позиционировать себя в дальнейшем, к примеру. Вот. Так что, я думаю, вот именно так можно вам ответить. Да? То есть, если вы преследуете цель быть сильной, вот, то у меня есть к вам, у меня есть для вас плохая новость, что сильной вы не будете. Это невозможно. Невозможно быть сильной. Надо бы поисследовать защитную реакцию, вот, которая у вас возникает, да? Почему вы хотите, как вы пишете? Отдаляться не только от такого ярлыка, да, но и от самого человека. Может быть, от самого человека отдаляться и нужно. Может быть. Но, отдалиться от человека, это не то же самое, что, к примеру, отдалиться от ярлыка. Вот. Потому что ярлыка, это одно, а человек, это другое. Если вы видите, к примеру, что человек не ценит то, что вы делаете, да? Ну, просто, вот, не ценит то, что вы делаете, не ценит то, чем вы занимаетесь, не ценит ваши усилия, ваши, ну, ваши деятельности, да? Вот, можно так сказать. От него действительно не отдаляться. От него действительно не отдаляться. Это правда. Но... Это у нас совсем другая сторона. Так что поймите, что доказывать кому-либо что-либо, да? Совершенно безполезно. Это вообще не имеет никакого смысла доказывать что-либо. Напротив, если вы будете соглашаться, если вы будете соглашаться с тем, что она вам говорит, что у нее не будет ресурса, которые она получает за счет вас. Так что подумайте, подумайте, вот именно над этим. Надеюсь, что вам это было полезно. То есть у меня такое ощущение, да, что вы вот именно на занятиях в тренажерный зал, ходите, ну, как будто не совсем для себя. Как будто вы ходите уже для подруги. То есть вы в какой-то момент о себе просто, видимо, ну, как-то забыли, может быть, или что-то еще. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...